Возвращаемся из госпиталя, где мы получили вторую дозу вакцины от COVID. У нас была запись очень рано сделана, и поэтому мы остановились в кафе Waffle Stop. Остановись и покушай вафли. Что мы и сделали. Набрали еды, пока что мы себя чувствуем чудесно, довольны, что всё, мы уже закончили эту процедуру. Получили сертификат, в котором указано, что мы провакцинированы. И сделали маленький тур вокруг госпиталя. Госпиталь расположен в городе Такома. Это большой город, и госпиталь был очень большой, и всё там было слажено, отлажено, организовано. Такома расположен на Тихоокеанском заливе Пюджет-Саунд. Виды здесь очень красивые. Вот там напротив расположен наш город Гек-Харбор. Мы можем его видеть. А за ним мы видим горы полуострова Олимпик, на котором мы живём. С нашего города мы их почти не видим. Но из Такомы, с противоположного берега, очень хорошо видно их. Сегодня мы можем увидеть всю мощь, всю красоту Тихоокеанского залива. Потому что погода позволяет. Это не всегда здесь получается. Уже чувствуется дыхание весны, и птицы поют. И вообще всё уже выглядит как весной. Вот они наши горы, Олимпийские горы. Такой симпатичный райончик на высоком берегу Такома. Здесь, конечно, домики много миллионов долларов. Ну и виды у них прекрасные. И горы им видны. И если смотреть вдоль залива, то там уже Сиэтл, до которого ехать минут 40. Ну а пока мы едем, полюбуйтесь Тихоокеанскими городочками, видами. А я вам расскажу, что можно ожидать после прививки. После первой дозы мы себя чувствовали очень плохо. И два дня у нас была очень высокая температура. И я с полной ответственностью могу сказать, что ощущения были те же самые, как и год назад, когда мы действительно переболели COVID. Головная боль, высокая температура, слабость, боль в мышцах. Ну, не буду вас пугать. Неприятные ощущения. Это всё было после первой дозы. Ну, а теперь пугать или нет, но после второй дозы у нас было ещё хуже. Смогла ходить только на третий день после получения второй дозы. Ну, ничего. Зато мы это прошли. Всё это уже позади. Если вы спросите, а зачем же вы это делали? Зачем вы себя мучили? Вы уже переболели. К сожалению, всё это мы сделали лишь по одной причине. Мы очень хотим иметь возможность полететь всё-таки в Россию, увидеть моих родных и близких, которых я не видела уже два года. И очень надеюсь, что этот сертификат о том, что мы получили две дозы, мы вакцинированы, даст нам гарантию, что мы можем зайти в самолёт, долететь до России. Никто нас не остановит и не запретит. Делать или не делать прививку, каждый должен решить сам для себя. У меня есть своё абсолютно отличающееся от медицинского мнения о COVID. Мы как люди первые, одни из первых переболевших. Но говорят, он модифицируется. Даже люди, которые болели COVID, могут заболеть ещё раз. Поэтому прививка в нашем случае нам нужна. Но вот пока полюбуйтесь красотой. Вот на той стороне, я думаю, это Федерал Вей, это другой городочек ближе к Сиэтлу. Ну а мы опять любуемся Олимпийскими горами и Бюджет Саунд, Тихоокеанским заливом. Вот стою ещё довольно, не знаю, что вечером будет температура 40. Ну и ладно, всё уже позади. Вот теперь опять делаю фильм, смотрю на эту красоту, понимаю, какой мир прекрасный. Как хорошо бы, чтобы этот COVID исчез при помощи вакцины, без вакцины. Чтобы наконец-то он стал такой же, как был когда-то. Мы могли бы ездить, путешествовать, обниматься, пожимать руки, не носить эти маски. У меня от масок какое-то раздражение на носу появилось. Даже записалось к врачу, не знаю, что он мне скажет. Наверное, у многих есть какие-то последствия ношения масок. Ну полюбуемся на красоту нашего Тихоокеанского залива. Там паром виден, он идёт к острову Вашан. А это как раз где паром отходит. Мы сделали маленький крюк, потому что немножко заблудились. Так что едем сейчас тут по кольцу. Объедем и поедем, попробуем найти наше шоссе номер 16, которое ведёт наш городочек. И вот мы поехали к нашему городу. Вот они опять видны, Олимпийские горы на горизонте. Мы не так часто их видим, потому что с нашей стороны они не так хорошо видны. И вот мы подъезжаем к нашему мосту. Такой наш Golden Gate Bridge, мост Золотые ворота. Из материка на наш полуостров. Этот мост тоже имеет интересную историю. Его когда впервые построили в 40-х годах, не учли ветровые нагрузки. И от ветра, а здесь очень сильные ветры бывают в русле этого залива. Его перекрутило и скрутило так. Ну, естественно, его построили заново. А сейчас существуют даже музеи у нас в городочке, где показаны огромные шпалы металлические, скрученные вам несколько раз. Это стихия, с ней шутки плохи. Всё надо правильно рассчитывать и хорошо строить. Ну, а мы теперь уже едем по нашему городку. Пересекли Тихоокеанский залив по мосту. А наш полуостров, он по отношению к материку, он практически остров, потому что въезд на полуостров находится очень далеко. И все возможные пути, это только через мост или парома. Ну, это так выглядит наш городочек. В основном здесь дома такие. У нас есть более современные районы, но самые красивые, конечно, на побережье, где частные дома. Домики обычно двухэтажные, трёхэтажные. Вот то, что мы видим, один этаж, на самом деле это холм. С другой стороны там и два, и три этажа у домов. И вот мы спускаемся к даунтауну. И, как всегда, остановились, чтобы бросить последний взгляд на наш харбор, залив, полюбоваться и потом отправиться домой. Впереди ещё два дня высокой температуры. Мы, правда, об этом не думали в тот момент. Вот мы въезжаем в наш райончик. Мы расположены где-то 2-2,5 мили от даунтауна. Мы всем довольны. У нас прямо в шаговой доступности и Коско, и спортивный комплекс, и Safeway, и Target. Всё-всё-всё. Здоровья бы! Спасибо, что вы заглянули. Я вам желаю всем здоровья и счастья! Субтитры создавал DimaTorzok